10 ноября в областном центре стартовал первый в Беларуси архитектурный международный форум. 56 студентов из Украины, России и ряда белорусских городов на протяжении недели будут трудиться над созданием абсолютно нового архитектурного пространства. Точнее, сделают первый шаг на пути ко второй жизни целого квартала, центром притяжения которого решили сделать бывший консервный завод. Кстати, его подвал и стал местом локации участников форума. Организаторы не ставили ребят в определенные рамки, лишь подсказали правильный вектор. Придумать что-то новое для этого места, внести в него какую-то жизнь и задать какую-то траекторию развития этого квартала. Можно брать не только саму территорию завода, можно помечтать и забрать парковку, либо какую-то еще часть. Мы им даем полную волю, это не то что проект, который ограничен рамками денег или инвесторов, это больше на идею, на будущее, на какую-то перспективу работы. Уже в первые дни форума будущие архитекторы настроены решительно. На столе каждая из команд планы, карты местности и специальные программы в ноутбуках для визуализации. Мозговой штурм здесь дело привычное. Студентки Белорусского национального технического университета Дарья Евстратова и Арина Горбунович родом из Минска. Это помогает им в реализации намеченных планов. Девушки проводят аналогии подобных столичных кварталов и планируют адаптировать этот опыт к городу над Бугом. Мы можем анализировать какие-то минские примеры, типа Октябрьская 16 или Корпус. И как бы Брест он сам по себе отличается от Минской, данное место тоже отличается. То есть оно обладает не очень большой площадью по сравнению с Октябрьской, но мы это можем использовать. То есть мы можем это как-то не расширять как целую улицу, как Ок-16, а все-таки работать с конкретной территорией. Как-то возможно сделать что-то в высоту, то есть сделать несколько уровней. Это будет культурное пространство, которое будет соединять в себя разные функции, как образовательные, так и развлекательные. Это будет место, где люди смогут просто приходить, проводить время. Будущий архитектор из Бреста Филипп Трофимчук вместе со своей командой сразу начал с обсуждения плюсов и минусов квартала. А тот факт, что объект работы – старое здание бывшего консервного завода, ребята считают большой удачей. Это может быть его наоборот фишкой, то что оно является уже особенным, оно уже является историко-культурной ценностью города. И можно это сохранить и наоборот это приумножить, то есть чтобы оно было такое, ну и с индивидуальным подходом сделать. История этого здания действительно многогранна. Оно было построено в 1957 году. Изначально здесь располагалась артель инвалидов, которые первыми начали варить повидло в этих стенах. Далее – винно-соковый завод, который позже переквалифицировался в консервный. В 2010-м здание опустело и имело совсем непрезентабельный вид. Но сегодня картина совсем иная. Более полутора тысяч квадратных метров площади здания бывшего консервного завода совсем скоро обретут новую жизнь. Здесь уже обновлена система кондиционирования, сделаны минимальные отделочные работы. И, кстати, сохранены аутентичные кирпичные стены, которые еще помнят запах легкого вина и маринованных огурцов. Кстати, собственники здания уверены – сносить такую архитектурную ценность – настоящее преступление. Снести старый, построить новый – это самый простой вариант и самый бюджетный. Намного интереснее сохранить. Мы любим и храним историю. На базе наших предприятий есть военно-исторический клуб «Брестская крепость». Сейчас готовится новый историко-культурный центр в городе. Мы занимаемся сохранением истории. Нам это интересно и кажется важным. Итоги архитектурного форума будут подведены 16 ноября. А самые лучшие проекты студентов будут приняты во внимание и, возможно, реализованы уже в будущем году.